В строителе один около тысячи дачных участков. Половина садоводов живёт здесь круглый год. Нескончаемые июльские дожди привели к подтоплению улиц, разрушению заборов и других построек. Как итог, люди остались без урожая и своими силами вынуждены разбирать горы мусора, оставленные стихией. На сегодня главная проблема садоводов – скопление отходов и ненужных вещей на их единственной площадке для мусора. По словам представителя товарищества, после того, как река Китой вышла из берегов, это место превратилось в настоящую свалку. Сейчас мы делаем работу регионального оператора. То есть, раньше у нас была общедоступная площадка для вывоза такого. Соответственно, работу садоводами никто не производил. Что входит у нас в норматив и что такое такого, какой мусор относится к этому. Ну и правление пришло к выводу, что необходимо именно оградить площадку, чтобы была она не общедоступна, чтобы контролировать, какой мусор несётся. Накануне к решению проблемы подключилась администрация Ангарского округа. Жители, проживающие на территории, за которую отвечает депутат Ангарской городской думы Денис Ягодзинский, обратились к нему за помощью. Чиновник выехал на место, пообщался с правлением и предложил пути решения. Контейнеров, если больше, люди туда складывают. Контейнеры на бок положили, люди почему-то складывают рядом с контейнером. Ну, это не путь решения, так делать нельзя. Поэтому сейчас и с РТНО проведём работу, чтобы они разъясняли, как нужно, значит, утилизировать мусор, какие характеристики прописаны в договоре, сколько вывозят, когда, и чтобы этот график соблюдался неукоснительно. Правление садоводства и представители администрации Ангарского округа призывают жителей товариществ относиться к таким проблемам со всей ответственностью. Накапливаемые горы отходов в лесах и на мусорках постепенно превращаются в свалки, несущие вред окружающей среде и здоровью человека. Егор Сорокин, Дмитрий Новопашин. Местное время.